Приветствую вас. Что увидел я в вашем тексте, так это несколько таких китов, да. Первое, это не принятие себя таким, какой вы есть. Второе, это полную диссоциацию со своими чувствами, со своими желаниями, вот. И, соответственно, отсутствие сверки того, что вы делаете с вашей системой ценностей. Это второе. Третье, это чувство вины. Как правило, это подавленный протест, ну и склонность к оправдыванию ожиданий других людей, потому что то, что делала ваша мама по отношению к вам было исключительно ее желанием, ее выбором, и вы за это ответственность никакой не несете. Так же, как вы не несете ответственность, например, за то, что она определяла вам претензии в силу, ну, в виду, нежелание учиться и так далее и тому подобное. Вот. Ее стресс, который она испытала, это целиком и полностью ее ответственность. А не важно, из чего я сделал вывод, что у вас наручены личные границы. Так, ладно, мы переходим к следующему пункту, да, нарученные личные границы. То есть, отсутствие четкого понимания, где вы, где другой человек. Дальше, что касается интернета, то здесь мы имеем дело с избеганием. Вот. То есть, вы избегаете в виртуальный мир от мира реального, который вам, ну, очевидно, не нравится по той или иной причине. Вот. И видите, вы, когда говорите, что я связываю свои проблемы с интернетом, вы, ну, у меня сложилось такое впечатление, что обвиняете интернет в том, что с вами произошло. Но, на самом деле, интернет просто раскрыл вот ту вашу тенденцию, которая, видимо, всегда была. Просто она вами вот до появления интернета, вероятно, не осознавалась. И я бы сказал, что в некотором смысле тот вот тупой серфинг, как вы говорите, можно использовать для трамплинов в изучении ваших чувств и того, что он вам дает. Что касается прокрастинации с ленью, а также с веселой волей, то здесь, опять же, у меня такое ощущение, что всё вы делаете, как будто вы из поталки, то есть ничего вы, как бы, делать особо не хотите. Вам вообще, вот, прям, ну, делать ничего не хочется, то есть с елене прокрастинация связана с тем, что человек просто не нужен ничего, он просто не хочет, он просто не хочет, не хочет. Вот, он просто не хочет что-либо делать. И для меня остаётся в некоторой степени загадкой то, почему вы столь упорно продолжаете себя к чему-то приносить. Да, то есть, вот, как вы это видите? Вы видите это так, что есть некое волшебное лекарство, которое поможет вам взять и внезапно преодолеть то нежелание, которое у вас есть. Вы говорите, вот мне ничего не интересно. Ну, я не удивлён, что вам ничего не интересно, потому что, да потому что вы всё время считаете, что вы должны. Что? Прекрастинирующие и ленившиеся люди, ленявшиеся, не помню, как не помню, где удары не надо сказать, это люди, которые испытывают чувство вины, которые обращают внимание на оценку других. Кстати, это когда вы говорили, что вам стыдно, вам стыдно за то, что вот вы учитесь, типа, на платном. Ну, вот. Это точно-точно тоже не принятие себя. То есть, смотрите, вот вы говорите, как мне избавиться от прокрастинации, а стерва нужно посмотреть, что составляет эта самая прокрастинация и лень. Что её составляет? Почему у вас нет мотивации что-либо делать? Куда уходят ваши силы? Куда уходят ваши желания? Вы себя заставляете это всё делать? То, что вы описываете, всё это вы себя делаете заставляете? Такое у меня ощущение сложилось от вашего текста. И тут дело не только в том, чтобы проработать те вот моменты, которые я озвучил, да? То есть, принятие себя, чувство вины, ну вот, личные границы и так далее. Но ещё и в том, чтобы освободить место для ваших желаний. Чтобы, может быть, перестать вообще себя что-либо заставлять делать. И прийти вот к такой, некой, ну, критической точке, некой критической точке, вот. Когда вы действительно поймёте, что дальше так нельзя. И будете делать, например, только то, что вам действительно хочется. То, что вы, в чём вы не будете сомневаться. А пока что это выглядит, это выглядит так, что у меня вот что-то происходит, да? У меня, ну, какие-то проблемы, вот. Помогите мне избавиться от этого, вот. Но, при этом, что, что вы себе дадите, дадите? Что вы себе дадите? Так вот, вот. Вы не думайте, что можно взять и сделать, например, более интересным, то, что вам вот сейчас на данный момент интересным не кажется. Вот. Вы же не думаете, что так можно сделать правильно. Поэтому, тут вот вопрос, как вот вами всё это воспринимается. Вот. Тут вопрос, как вам, как вы всё это видите. Тут вопрос, именно, вот, в том, в каком направлении вы хотите двигаться. Дальше. Понимаете? Вот вы говорите, что у вас есть страх перед будущим. Вот. Ну, то, что вы, вот, не знаете, кем вы будете, да? То, что вы не знаете, вот, куда вообще вы идёте дальше по жизни. И это связано, отчасти, именно, с тем, что вы, ну, не доверяете своим эмоциям. Это связано с тем, что вы не доверяете своим чувствам. Вы находитесь в некой, ну, в неких, в некой оторванности. Вот. Вот. От них. И, мне кажется, что вот работа с эмоциональным интеллектом, с вашими чувствами, так же, могла бы пойти вам на пользу. Вот. В том смысле, что вы бы лучше чувствовали свои желания и так далее. Но, опять же. Опять же. Опять же. Опять же. Опять же. Момент какой. Что всё это не случайно. То есть, вам мешает постоянным ожиданиям, постоянным ожиданиям самого себя. Что я должен, я должен, как же так, я должен. А это, на самом деле, очень много уходит ресурсов. Вот. И вы требуете от себя ещё больше. Сейчас. Вот. Ваши требования к себе, они чрезмерно завышены. Вот. Так что, я вижу это такая, я вижу это так, что отказаться от идеи постоянного преодолевания себя, преодоления себя в пользу более чувственного, более свободного поведения. Мне кажется, это то, куда вам будет стремиться. Вот. Ага. Что, порекомендую вам, пожалуй, книжку, направленную на развитие эмоционального интеллекта. Это книга Федерико Перл за практикум по гисталтерапии, там есть хорошее упражнение на чувства. Вот. В качестве первичной помощи вам будет неплохо. А дальше дальше набрите возможность обратиться к специалисту и, соответственно, работать с ним. Вот. Отвечая на ваши вопросы, сможете ли вы когда-либо вернуться к нормальной жизни? Нет, потому эту норму устанавливает каждый человек. Для вас нормальная жизнь, это та жизнь, где вы абсолютно свободны, а не та, которая принята в обществе. Смогу ли я нормально учиться трудиться, не прокрастинировая и не откладывая важные дела на последний момент? Да, сможете, если научитесь лишить себя, свое чувство и откладитесь от идеи себя доставлять, а также от чувства вины. В этом вам поможет специалист. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Да, кстати, по поводу еды. Вот забыл добавить по поводу еды. То есть, да, это по сути, что так вот. Это попрямь в любви. Это означает, что вы себя не любите. Что перекликается тем, что вы испытываете степь. Поэтому вы все пытаетесь себя лишить, но ничего не хотите дать себе замен. И пока вы себе ничего замен не найдете, вы ничего себе и не лишите. Потому что подсознание всегда будет находить баланс. Вот получается, что вы как белка в колесе. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...